Доброе утро, вы слушаете Финам ФМ, меня зовут Елена Лихачёва, здравствуйте. Результат в каждый конкретный момент времени меня практически не интересует. Долгосрочная перспектива, это да, вот там самое загадочное, самое интересное, и никто не может сказать, что же будет дальше. Феликс, доброе утро. Доброе утро. Процитировала вас, ну давайте разовьём эту мысль. Вы, я так понимаю, только что из какого-то большого путешествия, да, ещё не совсем адаптирует? Ну, тем не менее, только что из Ниццы по поводу своего юбилея. Поздравляю, кстати, немножко такие запоздалы, но лучше поздно, да, чем очень поздно, поэтому поздравляю вас с недавним юбилеем. Давайте мы, наверное, всё-таки перспективу, уж тем более такую долгосрочную, оставим на сладкой, на потом, да, таким крючком повесим. Вот сейчас я первым делом задам вопрос, который меня лично очень интересует, прямо даже мучает. Вот все говорят о том, что вот-вот-вот-вот, бум, электронная коммерция, сейчас вот всё туда передвигается, всё бюджеты, все, не знаю, там, клиенты будут скоро там, и там будут все деньги. И при этом вы делаете такой вот совсем недавно, ну, относительно недавно делаете такой странный ход, вы начинаете из онлайновых продаж выстраивать систему оффлайновых продаж. Это как? Из онлайна в оффлайн? Какой-то такой вот странный ход. Ну, почему странный? На самом деле, ну, во-первых, в бизнесе всегда надо делать неожиданные ходы. И это путь к успеху совершенно однозначный. Да. И если когда-то мы неожиданно ушли в онлайн, и в те времена софт, в общем, не принято было продавать в онлайне, уж точно в нашей стране, и вообще продавать софт было не принято, его принято было воровать, и до недавнего времени происходит всё то же самое, то мы посмотрели на тенденции перед кризисом очередным и видели, что, да, все устремились в онлайн, там золотая жила, новый клондайк, вот сейчас всё будет расти, вот. А мы начали искать, всё, конечно, растёт и так, мы-то уже здесь, надо искать в другом месте. Вы уже застолбили своё место. Да, то есть свой кусочек, свой участок мы с него начинаем вырабатывать, и поэтому надо смотреть в других местах. А в других местах оказалась другая проблема, что в оффлайне, если когда-то в онлайне было очень мало софта, то в оффлайне теперь оказались софт только коробки, коробки только, там, ведущих вендоров. Хотя именно оффлайн является местом продажи того, что делает наше будущее, продажи ноутебуков, теперь уже смартфонов, дальше уже планшетов и так далее, и тому подобное. А кто же будет софт продавать туда? Ну да, это совершенно новый клиент, который ничего не знает, он даже про интернет ещё не знает, он туда ещё не ходил, он туда зайдёт первый раз в мобильный интернет. Кто-то же ему должен это продавать? И мы провели этот эксперимент и пошли вместе с Нокией, это было уже почти два года назад, где-то в мае месяце, и открыли проект в фирменных магазинах Нокиа по продаже софта, как некого дополнительного функционала к смартфонам, которые там продаются. И это оказалось очень успешным проектом. После этого где-то с полгода назад мы открыли в Эльдорадо, и это оказалось тоже очень успешным проектом, там уже продаётся софт и для ноутебуков, и для десктопов, и для смартфонов. Ну и я надеюсь, с очень большой сетью буквально через месяц мы откроем дальше проект. То есть мы открыли ещё несколько мелких сетей. И оказалось, что мы достигли двух очень интересных результатов. Первое, покупатель всё-таки привык покупать любую вещь, а софт в данном случае уже является некой вещью, функцией, а не каким-то умным интеллектуальным софтом, который покупали раньше. Просто какая-то услуга, какой-то сервис, который вот да. Это один из сервисов, так же, как говорить по телефону, заказывать смс-ку и тому подобное. И его надо продавать в том месте, где ходит этот покупатель. Он может сходить в онлайне, он может сходить в оффлайне, и это нормально. И второе, что это... Подождите, может быть, в этом смысле тогда лучше развивать направление геолокацией? Ну, в том числе когда-нибудь. Ага. Мы придём и к этому, конечно, когда... Вы работаете сейчас уже над этим? Да, конечно. Ага, это я просто на перспективу накидываю какие-то вещи. Да, вернёмся к этому, хорошо? Конечно. Вот. И с другой стороны, продавец должен иметь возможность продавать дополнительные... Это же сервис, мы с тобой что договорились. Он должен иметь продавать возможность дополнительный сервис. Раньше он продавал настройки телефонов на GPRS, а теперь он продаёт софт. И отлично, в той же Nokia это стало уже двумя процентами оборотов. То есть это сервис. Давайте мы сейчас нашим слушателям немножко разъясним, потому что когда человек слышит такую фразу продажа софта в оффлайне, он, скорее всего, представляет, что это вот... Здравствуйте, вам какую коробочку? Зелёненькую или синенькую? А как это происходит на самом деле? Нет, реальности происходят, конечно, именно как продажа сервиса. То есть когда человек приходит в тот же магазин Nokia, ему менеджер предлагает, когда он уже купил телефон, он говорит, вы хотите вот такую хорошую штуку, которая защищает ваш телефон, если украдут. Это штука от Каспецкого, знаете такого? Блин говорит, конечно, а вы мне настроите. Кстати, очень хорошая штука. То есть отправляешь смс, моментально все твои данные уничтожаются. Совершенно верно. Очень хорошая вещь. Называется Каспецкий Mobile Security, хотя рекламой мы не занимаемся. И удивительный факт, ведь после этого клиент говорит, да, конечно, хочу, а вы мне ее настроите, он говорит, настрою, в смысле установлю. Выписывает ему чек, тот идет в кассу, в кассе он платит обычным способом, вместе с телефоном в одном, там, чеке, кредиткой, наличными, неважно, и получает на чеке распечатанный ключ. При этом тут же получает смс с этим же ключом. Тут же все распаковывает, оно начинает у него работать на его карте. Совершенно верно, а ему еще менеджер помогает настроить. Все, точка. Слушайте, ну тогда ключевым моментом тут становится тот самый менеджер, который может вот этого человека вычленить, да, подойти к нему и вежливо поинтересоваться, какая услуга ему нужна. Ну или тут же ее навязать. То есть вот просто так человек же никогда не сформулирует свои желания. Конечно нет. Поэтому это очень важно, чтобы это были подготовленные, фронтальные продавцы. Но это же важно и при продаже духов. Ну ведь человек должен понять, сколько моей девушке, моей жене лет, и предложить мне те духи в подарок на 8 марта, которые я хочу купить, там, соответствующие запахам. Это та же самая история. Это ничем не отличается. Софт стал очень коммунизированным товаром. А вообще это для вас проблема, вот найти какое-то количество нормальных, выменяемых продавцов, которые могут вот таким образом перестроиться и работать так? Нет, вы знаете, их просто надо учить. И все. То есть надо создавать систему, опять же, обучения, и вот ее можно создавать с помощью онлайна, что все и делают. Проводить вебинары, там, красивые новые умные слова. И готовить этих менеджеров постепенно. Вот и все, больше ничего. Они будут продавать все больше и больше. Я еще раз представлю нашего сегодняшнего гостя, основатель, генеральный директор и совладелец компании SoftKey. Человек, который давным-давно уже лет 10, наверное, вы занимаетесь электронной коммерцией. И теперь еще не только в интернете. Давайте мы поговорим сейчас о Феликс Мучник. Давайте мы сейчас поговорим о ваших самых главных конкурентах, которые, в общем, не так давно действительно стали конкурентами интернет-магазина. Ну, я имею в виду производители, допустим, тех же самых гаджетов, которые открывают свои какие-то площадки. И это, в общем, угроза. Ну, как мне кажется, я не персонал в вашем деле, но вы развеете вот это, прокомментируете эту тему. И так они появляются. Все, они уже здесь. Не, они уже здесь, естественно. И как с ними дальше жить. И это революция. Это другая цена на товар. Это услуга, предлагаемая на самом аппарате. Ну, во-первых, это, с одной стороны, как всегда угроза, а с другой стороны, это, как всегда, возможность. Это как любой кризис. И это очень хорошо, что... Ну, собственно, это Apple. Да, App Store. Мы говорим об App Store. Все остальные, в общем, все пошли дальше за ним. Все пошли за Apple. И это очень хорошо. Мы тоже делаем мобильные магазины. Мы тоже выпустили уже три мобильных клиента, в которых можно купить софт. Только купить не для этого аппарата, в том числе, а, например, продлить своего Касперского для десктопа. Мы тоже туда пошли. То есть Apple показал правильный путь. Это должно быть удобно. Это должно быть у вас в руках. Но, во-первых, не все могут купить с аппарата. Они все это еще умеют. Начнем с этого. Во-вторых... Вопрос времени. Конечно. Поэтому мы тоже туда пошли. Поэтому мы пошли не только в офлайн, но мы пошли в мобильную коммерцию. А как вы сможете конкурировать с ценами производителя? Если они туда пошли, и вы туда пошли, но они пошли еще и раньше. Во-первых, давайте говорить так, что есть все-таки закрытые платформы и открытые платформы. Поясните, пожалуйста. Закрытая платформа, когда действительно производитель устройства контролирует полностью свой магазин, свой контент. И мы знаем, как сейчас против Apple, на самом деле возмущаются и издатели, которые не очень хотят продавать подписку только одним способом. Не очень понятно, как Apple будет контролировать, например, продажу обуви через App Store. Ну, совершенно очевидно, что они не будут продавать через Apple обувь. То есть совершенно точно будут даже с помощью Apple продавать боковыми способами. А при этом есть открытые платформы, например, Android, на котором продавать может кто угодно, загружать может кто угодно. И нет никакой проблемы в существовании магазинов под Android. Так что вопросов-то нет. Есть всегда место для подвига. Это совершенно нормально. Начинали вообще с каких-то, ну, сейчас, кажется, смешных оборотов, да? В каком-то интервью вы озвучили 2002 год, 750 тысяч, да? Да, 2002 год, 750 тысяч долларов. 750 тысяч долларов, это годовой оборот был, да? Ну, сейчас-то, конечно, смешно, а сейчас... Свыше 50, будем так говорить. 50 плюс. Да, 50 плюс. Понятно. На встречу в юбилею, скажем так. 50 плюс. Ну, зачем же так сразу в моем возрасте? Ну, что вы, девушка, что ли? Хорошо. Фелик, давайте поговорим о том, какие шаги, помимо вышеупомянутых уже, вы предпринимаете, учитывая то, что мы с вами говорили, и вообще куда все двигается, да? Продажи. Всех интересует, кто будет покупать, кто будет продавать, за какие деньги, как будет формироваться цена. Вот эти вопросы. Вы знаете, на самом деле, прежде чем говорить о том, куда мы двигаемся, мы, в общем, не мировые монстры, на самом деле, это надо понимать, у нас есть достаточно ограниченные ресурсы, и мы пытаемся все-таки пока идти в некомфорватере мирового тренда. Но если говорить о том, куда все двигается, там где-нибудь в конечном итоге, не знаю, через сколько лет, и через сколько лет это будет в России, но совершенно понятно, что у каждого в руках будет один, два, три, четыре аппарата экрана, на которых будет что-то рекламироваться, из которых вы что-то будете покупать. При этом покупать вы будете как некие онлайновые сервисы, услуги, товары, то есть виртуальные, цифровые, неважно какие, так и, в общем, нормальные товары, я уже сказал, там о той же обуви, или вы будете идти в ресторан, вы уже упомянули геолокацию, или вы будете идти выбирать духи, в общем, это совершенно непринципиально. Поясню, ну, если вдруг слушатель не знает, что такое геолокация, это когда вы заходите в магазин духов, и вам в этот момент на ваш вот этот гаджет поступает некое рекламное объявление, может быть, даже через какое-то количество лет появляется вот этот запах из вашего гаджета, вполне возможно, или какая-то виртуальная там красивая девушка с этими духами в руках, и вам тут же на месте начинают рекламировать, ну, с тем, чтобы вы быстро... Нет, все должно быть еще хуже, на самом деле. Еще хуже? Конечно, вы идете мимо магазина, и сегодня там 8 марта, и мимо магазина духов, и вам говорят, вы не забыли купить духи свои любимые на 8 марта. Вот, то есть геолокация вообще правильно должна идти к этому, то есть навязать вам услугу, когда вы находитесь рядом с ней, а вы о ней еще не задумывались. Ну да, то есть, в принципе, такой среднестатистический обыватель превращается просто в ходячий такой кошелек какого-то количества денег, которого постоянно будут дергать так вот за ниточки, и на какую ниточку он там дернулся, то он и купил. Да, к сожалению, мы же про бизнес, вот. То есть, если говорить с точки зрения, там, этики и прочих всяких правильных вещей, то, конечно, в общем, это нехорошо, что из нас все время будут вытягивать деньги, включая нас с вами, там, сегодня сидящих. Но если говорить о бизнесе, то, конечно, бизнес должен думать, как вытянуть деньги из потребителя любой ценой, столько, сколько он может заплатить, и предоставить ему самый, там, широчайший набор услуг, и самое главное, в тот момент, когда он этого захотел. Потому что мы прекрасно понимаем, что любая покупка, она импульсивна по своей сути. Особенно, вот если говорить о том, куда двигается цена того же софта. Она стала долларовой, двухдолларовой, трехдолларовой. То есть, это действительно совершенно импульсная покупка. Мы знаем цифры, там, не буду называть точные проценты, но безумное количество процентов программ, купленных в App Store, в том же Apple, просто не используются. Они загружаются и больше никогда, там, их не трогают, не поднимают, удаляют и тому подобное. Но он уже продал, он уже выполнил свою функцию. Поэтому, конечно, потребителя будут ловить везде с помощью вот этих экранов. А это означает, его будут ловить и в оффлайне, там будут тоже стоять рекламные экраны, только большие и не принадлежащие этому конкретному человеку, как они стоят сегодня. Это будет в онлайне, это будет в социальных сетях, мы по этому поговорим отдельно. И это будет, естественно, на каждом аппарате. Поэтому вот там точно будет толпа людей, как это было когда-то с интернет-магазинами. Только интернет-магазины превращаются, ну, я бы сказал, там, App Store, Social Store, там, и прочие английские слова. Просто дополнительные площадки появляются. Совершенно верно. А, в принципе, способ один и тот же. Все равно будет покупка. Только, только, только разные. Никакого другого способа, кроме передачи денег от покупателя к продавцу, мы, в общем, не придумали до сих пор, ну, к сожалению. И какая разница, мобильный телефон это или это экран? Да, поэтому, соответственно, и мы туда же идем. То есть, поэтому мы выпустили магазин ВКонтакте, например. Так, вот давайте конкретные шаги. Значит, кое-какие шаги вы уже перечислили, вы зашли в мобильные гаджеты, да? То есть надо заходить в мобильные гаджеты, надо заходить в социальные сети. В социальные сети. Вот с социальными сетями, давайте чуть подробнее остановимся. Что вы там делаете, почему, как? Вы знаете, наверное, вот поход в социальные сети очень похож на десятилетней давности поход в интернет и на двухлетней давности поход в оффлайн. В социальных сетях еще не знают, не умеют или не любят покупать софт. И поэтому мы совершенно не ждем там быстрых очень результатов. Так, что мы не ждали в мобильных гаджетах два года назад, там год назад мы выпустили первую версию, и там, слава богу, сейчас начали покупать потихонечку, и мы начали выпускать вторые, наши люди привыкли покупать. Вот в соцсетях мы выпустили, и мы понимаем, что ВКонтакте при этом является одним из самых больших, ну, давайте, все-таки это публичное, ну, понятно, где люди могут найти что-то, что не надо покупать. Давайте так формулировать аккуратно, да, чтобы никого не обвинять. Но, тем не менее, они должны получить под руки место, где они могут найти легальный софт. И мы это готовим. Точно так же мы зайдем, естественно, и в Одноклассники, точно так же мы зайдем в Мой мир, в Фейсбук и тому подобное. И мы будем готовить почву для того, чтобы люди там могли купить, когда эта потребность у них сформируется. То есть чем проще, тем лучше. То есть он уже там, он должен нажать там одну единственную кнопку, и только тогда это начнет работать. Не выходя никуда, вот находясь там же. То есть некоторые... Так как он зашел в Эльдорадо, так он зашел в социальную сеть. А есть ли какая-нибудь специфика, которую вы учитываете при работе именно социальными сетями? Вот вы для себя уже поняли? Конечно, она видна, эта специфика. И причем в разных социальных сетях она, естественно, разная. И мы знаем по чужому, по своему. Там, конечно, люди не готовы покупать, они пришли туда не для этого. И их можно приучать сначала к очень виртуальным товарам, это к подаркам друг другу, там цветочкам, шляпочкам и того подобное. Потом к социальным играм, и только потом они начнут там покупать реальные товары. Поэтому все, кто приходит сейчас в соцсети здесь, это только подготовка. Хотя уже достаточно успешно начал работать и купи вип на одноклассниках. То есть, в общем, все результаты уже начинают появляться. И купоны начали работать нормально, группоновские. И это будет работать. Почему в одноклассниках тоже понятно? Там более старшая аудитория, которая готова уже в принципе покупать. Вконтакте аудитория немножко другая. На Западе, в Фейсбуке... Ну и потом там очень много женщин все-таки на одноклассниках. А это означает импульсивные покупки. Конечно, конечно. Более импульсивные покупки. К сожалению, в софте у нас немножко другая ситуация в нашей стране. Это очень сильное, кстати, отличие статистики. Западная, потребительская в софте от нашей. На Западе примерно 55% женщин покупают софт на потребительском, на консюмерском уровне. У нас пока 18. Остальные мужчины и как с ними работать? Это не импульсивные покупки, скорее всего, а здесь менее. Это менее импульсивные покупки. Им больше нужно рекомендательных сервисов. И в этом мы тоже, естественно, идем и это готовим. То есть вот это... Все, это просто социальная такая составляющая покупки. То есть очень много будет социальной составляющей покупки. Рекомендации, социальные сети, советы друзей. То, что, кстати, работает в App Store, мы это все видим. Вот прямо с языка сорвали. Рекомендательный сервис. То есть такое обилие информации, в которой потребителю... Вот им надо, что ли, вот разбираться с этим? Нет, он может выбирать из трех вещей. Да, нет, не хочу. Да, нет, не знаю. Не уверен. В следующий раз, отложить на потом, допустим. То есть буквально там две-три кнопки, а лучше одна. Хочу, не хочу. В связи с этим, рекомендательный... Вот мне такое ощущение, что с рекомендательными сервисами у нас вообще беда какая-то. То есть вот непонятно, на что ориентироваться. Особенно уж непонятно, на что ориентироваться людям, которые не хотят действительно вообще разбираться. Не то, что там хоть какой-то минимальный анализ провести, а вообще. То есть это такая же золотая жила. Да, да, дать какую-то рекомендацию четкую, там, не знаю, там, какой-то, может, медийного лица, не знаю. Это можно делать по-разному. Время еще не пришло, Лин. На самом деле он существует, имханет. Только... Это, да, это нужно выйти отовсюду, потом зайти в этот имханет, посмотреть. Стоп, не в этом дело, да? Да. Почему их нет массы, как на Западе? Они не работали, не могли заработать денег. Сами рекомендательные сервисы до сих пор пока не могли заработать денег, потому что только к моменту начала кризиса у нас начало формироваться в интернете не гиковское ядро, а именно потребительское, обывательское. Совершенно верно. Они только-только перед кризисом начали покупать в интернете. Подождите, самый рекомендательный сервис не должен зарабатывать деньги, он должен помогать производителям и, скажем, интернет-магазинам. Он как-то же должен зарабатывать, на какие средства он должен существовать. Значит, на нем должны давать рекламу, на нем должны давать правильные рекомендации. Где-то он должен брать деньги, он же не может существовать вечно на... Ну, хорошо, а если он интегрирован уже на платформе интернет-магазина или производителя... Значит, кто-то его должен сделать и тратит на это усилие и деньги, правильно? Это же самые люди, которые продают. С тем, чтобы увеличить количество покупок. Тогда это должно окупаться. А что, пока не окупается? Пока не было потребителей большой массы, это, конечно, не окупалось, в отличие от Запада, где потребительская масса в той же Америке, она просто подготовлена была. А есть вторая проблема на Западе, связанная с этим. На Западе, как вы помните, мы не затронули венчурные, стартапные проблемы. Но на Западе существует целая экосистема для этого. И, собственно, для того, чтобы вырастить такие вещи, в них надо много вкладывать денег. И там эта экосистема существует. Здесь нет этой экосистемы. Поэтому нет за плечами инвесторов, которые готовы давать тебе миллионы долларов под будущие абстрактные результаты, под ЭТО. Совершенно верно. Как это происходит действительно там, в пирамидке. Поэтому эти сервисы, они затевались, только они разорялись. Вот и все. А вот если бы у вас были дополнительные капиталы, вы бы сейчас выложились именно в такой рекомендательный сервис? Может быть, нишевый, может быть, такой более общий, у какого-то там плана. А кто сказал, что мы это не делаем? А, вот что. То есть вы уже как раз над этим работаете? То есть мы, конечно, это и готовим. И еще один шаг в разделе подвиг, который делается сейчас. Это не подвиг, это просто работа. Это я просто вас цитирую. Хорошо. Вот что мы еще не сказали из того, что вы делаете сейчас на ближайшую, а может быть, долгосрочную перспективу? Ну, на долгосрочную я точно не скажу, иначе все побегут это сделать. Мне потом скажете за это? Вот. Нет. Ну как же? Это же коммерческая тайна. Хорошо. Нет, на самом деле, вот все, что я говорил, и надо делать. Это некий комплекс работ, связанный с пронизыванием вот себя самим. Вот это такой вертикали, да? Интернет, соцсеть, которая является сама по себе внутри себя интернетом неким таким. Это офлайн, это мобильные клиенты, это десктоп. То есть вы должны присутствовать в пространстве человека, он должен вас узнавать. Вот это самое главное, что вы должны сделать. Вот как в свое время мы за где-то 3-4 года мы сделали, что в интернете все знали, что совкей это место, где можно купить лицензионный софт. Вот так человек на улице должен понимать, что совкей это место, где можно купить услугу, которая модернизирует твой телефон, и на нем будет теперь калькулятор диет или еще чего угодно. Вот совершенно не принципиально. И вот он должен туда идти для этого. Это появилось у него на экране или это появилось объявление где-то еще. Вот и все. Тут есть такой конкретный вопрос. А сколько из вашей выручки процентов вы отводите на продажи через мобильное устройство? Вы знаете, пока это уже несколько процентов. И это очень мало. Потому что я считаю, что этот рынок будет, и это всем известно, прогнозы понятны, он будет расти в десятки раз. Просто в нашей стране, к сожалению, было больше трубок, чем смартфонов. И есть кусок, который перекрыт Apple тем же. Поэтому пока это мало, но это уже много. Когда это уже проценты, ну в общем относительно нашей выручки, это большие деньги. Тут есть такой конкретный совершенно вопрос. Как вы относитесь к деятельности господина Гумерзяна? То есть это инвестиционный деятель наш такой довольно известный. Это российская венчурная компания. Да, российская венчурная компания. Могли бы прокомментировать? Вы знаете, я вообще очень хорошо отношусь к Федору Губеновичу, но я бы этот вопрос расширил бы несколько. То есть мне кажется, что российская венчурная компания вот в том состоянии, в котором она есть сегодня, то, что делает Гумерзян, это очень правильные ходы. К сожалению, они очень медленные в нашей стране по всем понятным причинам. Да, наверное, и в любой стране. Готовить там и законодательную почву, и готовить иностранных инвесторов для партнерства и тому подобное. Это очень долгая история. Но само направление мысли сегодняшней РВК, оно очень правильное. Это подготовка экосистемы, о которой, собственно, буквально 10 минут назад мы говорили. То есть необходимо создать некую экосистему стартапов, венчуров от ангельских фондов до самых последних точек, до выхода на IPO, до открытия специализированной площадки, которую мы знаем, сегодня она уже есть, на которую можно эту компанию выходить. Потому что никакой инвестор не придет, если нет подготовленной компании ангелами, в которую уже вложили деньги и идеи уже не на этапе идеи, в воздухе, на языке, а уже в результате какой-то продукт появился, прототип, и никакой инвестор не придет, если он не знает, как выйти потом. Потому что он вложил деньги, он хочет их вытащить через свои 5, 7, 8, 10 лет, неважно. И ему нужны долгосрочные периоды инвестиций. Вот то, что делает Игорь Рубенович, это очень правильные ходы в этом направлении, как мне кажется. И это происходит движение нормальное, может быть, не очень видное снаружи иногда, но так я вхожу в консультативный совет, то я его вижу изнутри. А чем, на ваш взгляд, в худшую сторону отличаются именно наши стартапы, наши российские? Ну, кроме того, что они копируют исключительно западные аналоги. Не, ну, про клонирование мы вообще не говорим. Ну, да, и поэтому я это выделила отдельно, чем-то другим. Потому что западные, естественно, точно так же клонируют, просто их количество еще больше. Вы знаете, вот по моему опыту они отличаются одной неправильностью. Это команды, которые хотят получить зарплату на хорошую жизнь сегодня, а не получить деньги из своей работы через 10 лет. К сожалению, ну, понятно, что поколения соответствующие пришли. И вот этот короткий хапок, короткие деньги, они, видимо, настолько у нас в крови сидят за предыдущие периоды жизни, что мы не знали, что будет завтра с нами, и очень хочется получить сегодня. Что и стартапы, несмотря на то, что они говорят вслух, что мы хотим очень долго работать, они через год начинают уставать, эти команды. Они начинают разваливаться, они начинают ссориться, они начинают спрашивать друг друга, где же наши деньги, мы же уже столько вот работаем. И в результате часть из них просто развалится, а часть до последнего отрабатывает ту зарплату, которую дает инвестор, а потом все равно разваливается. И очень малый процент выхода из законченных стартапов. А так как на Западе, на самом деле, очень много таких же историй, но там стартапов больше и денег к ним вкладывается больше, есть некая... Соответственно, общая картинка гораздо интереснее. Вот и все. А выбросов, то есть мы много знаем фейсбуков или твиттеров. Ну, это вообще какая-то, мне кажется, такая почти случайная история. Это же не потому, что там, кто их финансировал. Совершенно точно. Вот фейсбуки и твиттеры, это случайные такие выбросы. И есть безумное количество средних компаний, которые выросли действительно из стартапов, которые давали сначала 100 тысяч, миллион, 3 миллиона, 5 миллионов. И они спокойно себе растут, делают ревенью 50 миллионов долларов и живут в своей нише. И вот они заполняют как раз вот эти технологические ниши. Вот этого у нас нету, к сожалению. Но вот это беда наших стартапов. С одной стороны нет инвесторов и денег, с другой стороны нет команд. Это большая проблема. Вырулится? Вырулится. Это время. Вопрос времени? Еще одно поколение. Еще один хороший вопрос. А что у вас с проектом SoundKey? Это, по-моему, 2006 год, да, когда вы запустили его? На самом деле мы его немного притормозили. Давайте просто разъясним. Это там, где можно скачать музыку. Легальную музыку. Легальную музыку, да. Но сегодняшняя ситуация на рынке легальной музыки, она очень плохая, цифровой. Чрезвычайно плохая. Именно в нашей конкретной стране, а вообще в общем по всему миру. Потому что, с одной стороны, безумное количество нелегального контента, с другой стороны, очень неправильная позиция, и мы об этом говорили не один раз в интервью, я и Соня Соколова, которая руководит этим проектом. Собственно, позиция западных правилайтов простая. Вы нам заплатите гарантированные платежи, а вот сколько вы продадите, неважно, потому что в России все равно все воруют. При таком подходе, без сомнения, эти проекты всегда будут убыточно инвестиционными на очень длительное время. А сколько вы вложили в этот проект? Ну, это, конечно, коммерческое. Конечно, вы не скажете. Ну, то есть это, в принципе, выброшенные на ветер деньги. Почему? Нет? Вы все еще на что-то надеетесь? Мы не на это надеемся. Мы его, естественно, притормозили, он живет, но... Ну, как-то дохленько, конечно. Да, конечно, конечно. Мы притормозили гарантированные платежи западным правообладателям, поэтому и каталог сузился резко. Мы же можем там только легальный контент держать. Ситуация изменится в одну очень простую сторону. Если правообладатели начнут воевать здесь, с одной стороны, нормально за права и договариваться с большим количеством порталов и торрентов, на которых есть нелегальный контент, и убирать его оттуда. И, с другой стороны, дадут правильную, нормальную цену для цифровой музыки, как в свое время происходило, если вы помните, с лицензионными дисками. Совершенно верно. Ну, опустились немножко в цене DVD-шки. Как-то ситуация выпралась. Конечно, не до конца. И, конечно, там еще... Там все равно будет три зоны, вы знаете мою старую историю, там все равно будет три зоны, серая, черная и белая. Дайте возможность белым покупать, дайте положить им по 2 цента покупку, а не по 2 цента прослушивания, и будет все хорошо. Хорошо, спасибо за исчерпывающий ответ. Давайте мы не будем говорить сейчас про пиратство, да, потому что сколько раз мы уже говорили в моей программе, и вообще, в принципе, об этом много говорят, и ситуация пока не сильно меняется. Предложите вот конкретно ваше предложение, конкретно на какие шаги нужно сделать, чтобы ситуация... Неважно, там, это электронная книга, или это выложена мелодия какая-то, да, ну, то есть любой электронный контент, или там софт, чтобы эта ситуация как-то подвинулась в лучшую сторону у нас в России. Вот конкретные шаги. Нет, а там есть совершенно конкретные шаги, которые мы, например, со своей стороны делаем много лет. И в софте они к 2007 году очень сильно помогли. Это шаги совместных государства и правообладателей, или тех, кто, там, эти права защищает на конкретной территории. С одной стороны, надо очень жестко в рамках права, там, право соответствующего бороться с пиратами, именно с пиратами, с распространителями, в первую очередь. А с потребителями? Да не надо бороться с потребителями. Пока оставить их в покое. Просто с распространителями, да? Надо бороться с распространителями. С другой стороны, право... И это должны делать правообладатели и государства совместно. И для этого все в законодательстве есть. Есть возможность посадить, наказать. Только это надо делать вселенаправленно и каждый день. Это с одной стороны. Да, извините, вы сейчас договорите, вы знаете, с 2007 года сколько судебных дел вы затеяли? Вот вы лично. Мы лично, не одного. Фактически. А почему? Вообще же вы не бороитесь. А зачем? Можно не доводить до суда. Если... Потому что я очень хочу довести ситуацию до второй половины, которую я говорю. А вторая часть... Вы должны дать возможность легкой покупки по адекватной цене для вашего потребителя. И на том фронте, на котором мы все время говорим об аппаратах, оффлайне, еще о чем-то. Если он пришел и увидел софт легко в поисковике, а не увидел торрент, с которым его надо скачивать. Google, например, уже перекрыл быструю выдачу торрентов. Именно поэтому. То если он увидел, он купил. Он еще не знает слова пиратства. Потребитель, он вообще неграмотный. Ему вот что, подсунули под руки? Ну да, если он уже понимает, как это оплатить. Совершенно верно. Если у него есть на кредитке деньги, есть Яндекс деньги, неважно. Поэтому мы держим 25 способов. Попробуй еще сдвинь его с этой ситуацией, когда он первый раз расстанется с одним центом в интернете. Ну вот когда он расстался первый раз, второй, третий, все, дальше понеслось. Сколько примерно времени проходит? Первый раз зашел в интернет, после этого сколько? Два-три года сколько должно пройти? Причем он расстался с первым центом там. От девяти до восемнадцати месяцев. От человека до слона. Все как обычно. Это действительно срок. То есть это уже подсчитанные, это уже открытые данные, да? Да, то есть год-полтора человек от первых поисков проводит до первой покупки, неважно чего. И, как это ни странно, через год-полтора он приходит к нам. То есть он сначала ищет информацию, через год-полтора что-нибудь покупает, может быть и у нас. А вот точно через три года он придет к нам. Но это длинный срок, конечно. Да уж. Ну ладно. Ничего страшного, можно подождать иногда. Ну в принципе они уже сейчас начинают покупать, да? Мы все начинаем покупать. Потихонечку никуда не денемся. Скажите, пожалуйста, вопрос позиционирования, допустим, интернет-магазина. Вот в вопросе продаж. Он вообще как-то важен? То есть вот как спозиционировать свой интернет-магазин, которых сейчас действительно много? Да? Не только же цены играют роль, а это вот такая имиджевая составляющая. Насколько она важна? Она очень важна. То есть если ваш интернет-магазин или супермаркет или что угодно не с брендинга, нет брендинга, это все-таки не оффлайн. В оффлайне вы можете поместить магазин на точку какую-нибудь, заплатить больше денег и поставить. Здесь вас либо найдут в поисковике, там в контексте, или вы будете давать безумное количество рекламы, либо вас уже должны знать. Вот чем больше вас знают как имя, тем больше к вам просто придут зайти посмотреть, что у вас продается. Вот, собственно, ответ. Поэтому, к сожалению, вот в интернете брендинг, он там немаловажная составляющая, и именно поэтому там реклама в интернете начинает там противодействовать той же телевизионной. А вы сейчас тратите какое-то количество вашего бюджета на позиционирование самого бренда? Обязательно. А сколько? Тоже не скажете? Нет, конечно. Ну что такое? Ладно, вот Александр спрашивает, а почему у вас такой неинтересный сайт? Ну, в общем, он действительно производит впечатление, такое какое-то устаревшего. Вы знаете, это все та же проблема курицы и яйца, что раньше, что потом. Дело в том, что понятно, что сайт мы создавали 9 лет назад. Ну, просто никто, вот если достать там скриншоты 9-летней давности, конечно, они отличаются. И мы медленно и аккуратно сдвигаемся от наших старых покупателей, стараясь их не потерять. А вы помните, старые покупатели это гики и корпоративы. Корпоративы, да. К новым покупателям. Это еще, наверное, говермент, да? Конечно, конечно. А эти тоже еще. Да, и поэтому мы очень аккуратно и осторожно подменяем этот дизайн. И, конечно, у нас все время эти работы идут. А второе, ну, в общем, всегда надо выбирать. Нельзя же все сделать одновременно. Поэтому одновременно нельзя там скорректировать дизайн, сделать все мобильные магазины, охватить все оффлайновые сети и тому подобное. Ну, балансируем между зарабатыванием денег и вкладыванием в будущее. То есть меняетесь, но потихонечку, да? Пока потихонечку, да. Ну, конечно, меняемся. Ну, просто с приходом, скажем, людей, которые это ценят, да, там, скажем, там, меньше 30, да, вот можно действительно какой-то кусок-то аудитории потерять, потому что они приходят так. Они денег не платят. Ну, подождите, они же растут, они же зарабатывают. Мы к тому времени, и мы поменяемся вместе. А только они уже запомнят, что вы скучные. Запомнят, будем менять опять. Ну, нет же, бесконечного количества денег нет. Хорошо. Давайте мы, прежде чем прервемся на рекламную паузу, я хочу дать вам послушать и нашим слушателям одну цитату, которая вот меня, кстати, цепанула лично, да, когда мы разговаривали с человеком, который здесь у нас в программе, это был Костя нашей программой, с человеком, который делает приложение для социальных сетей. Кстати, где-то вы пересекаетесь, да, то есть примерно на одном фронте работает, правда, они делают там социальные приложения, игры в основном, да. Он основатель, гендиректор компании «Прогрестар» Андрей Фадеев. Вот мы сейчас можем послушать его цитату, я потом хочу услышать ваше мнение на это счет. Мне это очень тоже неприятно, но, к сожалению, мир движется именно по сценарию мультика «Валли». Сидя дома на диване и постепенно толстея, все вокруг будет происходить по одному нажатию кнопки. И, к сожалению, конкурентная борьба заставляет нас, как это неприятно, двигать человечество именно к этому моменту. То есть человеку ничего не нужно будет делать, кроме того, как тыкать на одну и ту же кнопку. Попрошу вас прокомментировать, что вы вообще думаете по поводу будущего человечества. Прошу. Ни больше, ни меньше. Я такое точно не нарисую, потому что мы как раз пытаемся их в оффлайн вывести, но это уже шутка. Нет, ну, во-первых, я могу только рассказать, как я пытаюсь уйти от такого будущего лично. Потому что я точно периодически отличаю Айску, Скайп, и живу вне этого информационного шума. Я практически не смотрю телевизор, кроме фильмов. Я только читаю новости в газетах. То есть вот я стараюсь от этого зомбирования лично уйти, хотя понятно, что я такой же потребитель в чем-то, и точно так же зомбируюсь в каких-то своих аспектах. И я считаю, что на самом деле человеческое, конечно, не придет к этому. По одной простой причине, на самом деле. У него денег нет столько, чтобы взять на кнопки, и непрерывно, как из золотого рога изобилие, ему там валиться будет из экрана. Вот это точно виртуальность, в которую я не верю. То есть придется выходить все-таки обоффлайн и работать. Надо выходить и работать. Совершенно верно. И поэтому, а вот когда сплошная виртуальность, мы уже видели в этот кризис, чем кончается. Виртуальные финансовые инструменты, виртуальная жизнь, и виртуальное потребление через интернет, оно кончается очень плохо. Все равно приходится выходить и идти работать, потому что деньги на ипотеку кончаются. Поэтому я вот совершенно спокойно отношусь к таким прогнозам. Не будет такого. Извините, можно такой вопрос? А вы, вот, вы же вундеркинд, ну как бы, да? Ну да, бывший. Расскажите, пожалуйста, как вот уже в зрелом возрасте чувствует себя бывший вундеркинд? Вот чертеж тоже говорят про это, что вундеркинды потом во взрослой жизни как-то не сладко. А, потерянное детство. О, вот я знаю, это фраза любимая. Что только не говорят. Нет, вы знаете, мне, может быть, повезло, может быть, я такой сам по себе. Я всегда общался как с людьми младше себя, причем это было и в детском возрасте, так и, естественно, с людьми старше, с которыми я вместе учился, работал и тому подобное. И у меня всегда был очень широкий круг общения. Я считаю, что мне наоборот повезло. То есть я бегом делал уроки за пять минут и бежал играть на улицу. Это было там в девять, в восемь лет. Я это хорошо помню. И у меня до сих пор приятели, они некоторые младше меня на 20 лет, а некоторые старше меня на 20 лет. И это совершенно нормально. И вот такой широкий круг общения очень помогает потом вот в таком жизненном опыте, в том числе и в бизнесе. Вам более легче наводить контакт с вашими партнерами, с вашими сотрудниками. Вот как раз я ничего не потерял, наоборот приобрел. Слушайте, а ваши родители, они как-то по-особенному вас воспитывают? Какие-то особенные книжки подсовывали? Или вот так вот? Вы жили, жили потом раз в пять лет. Как от вас пошло? Нет, там... И все удивились. Нет, никто мне точно ничего не подсовывал. Наоборот, испугались в какой-то момент времени. А чего испугались конкретно? А у меня старшие брат и сестра, которые занимались, а я сидел напротив них, я до сих пор умею читать наоборот книжку. Зеркально? Да, не зеркально, а вертикально, в обратную сторону. Вот как. Вот, и я читал их учебники просто, мне было интересно. И все, и вдруг я начал читать газету, никто в это не поверил. Меня стали проверять, потом повезли к профессору, профессор сказал, не волнуйтесь, ваш мальчик нормальный, все с ним хорошо. И все, а потом меня повели в школу и тоже сказали, в первом классе ему делать нечего, пусть во второй, а потом в третьем делать нечего, пусть сходит в четвертый месяц. Я там посидел, ушел в пятый. Дальше уже родители перепугались. А на самом деле я до сих пор считаю, что в начальной школе нормальному ребенку делать нечего абсолютно. То есть нормальному ребенку, который умеет читать, его наоборот там научат читать по слогам, и дальше он будет только заикаться. Нормальному ребенку, который уже умеет считать в пять-шесть лет, а сегодня дети это точно умеют, ему точно в начальной школе делать нечего. Ему надо давать там, ну если не литературу, с литературой у меня была напряженка в юности. Я вынужден был перечитывать то, что читал в девятом классе, там после этого в двадцать пять лет, и вот тогда мне уже нравился Гончаров. В двенадцать лет это невозможно понять. А вот все остальное можно давать совершенно нормально ребенку, начиная там с семи с восьми лет, то, что обычно дается с пятого класса. И я давно это говорю, и всегда так считал, что мы очень много тратим времени на начальное образование. Я его и сэкономил. Так что никакой особо не ундеркинт. Я просто сэкономил. А знаете, вот еще говорят, что про ундеркинтов, что они психологические, они как бы очень зрелые интеллектом, и проходят все стадии, ну только очень быстро. А психологические все равно, вот за такой короткий промежуток времени, психика не может пройти все этапы, которые она должна пройти гораздо медленнее. Абсолютно верно. Поэтому я до сих пор остаюсь с ребенком, мне очень нравится играть в бизнес. И мы занимаемся бизнесом. Какой-то готовый, по-моему, ответ вы мне сейчас выдаете. Какой-то шаблодный. Да нет. Вот весь этот проход, он заключается только в одной скорости, что вы действительно, может быть, некоторые удары, которые мы получаем в совсем раннем детстве, вы не получаете. Вам повезло, и вас от них защитили. И вы, наоборот, приобретаете новый опыт, вы вынуждены защищаться совершенно от других ударов. Вы вынуждены конкурировать с более взрослыми людьми. Конкурировать только знанием. Потому что помериться силой и подраться, ну, невозможно. Вам 13, ему 17. Ну, поэтому надо пойти заниматься каратэ. К примеру. Это тоже было. Или убедить его в том, что он вам нужен, потому что вас можно списывать. Поэтому попробуй дай мне. В том числе. Или просто пойти в мат-класс, где все такие же, как и ты. Что и было со мной в девятом классе. Я просто учился в математическом классе, и там всем было уже все равно, сколько нам лет. Вот и все. Больше ничего. Правильная среда. Слушайте, а как так получилось, что вы во сколько, 18 лет уже окончили в Армежский университет, да? И поехали все. Ну, я не поехал, меня направили. Тогда было модно. Это был 79-й год. Я думал, это какой-то димарш такой. Нет, нет. А это просто по распределению, да? Нет, нас просто всех из университета года 78-го распределяли в деревню. И мы должны были работать учителями, поднимать староду сельскую. Ну и как? Да нет, это было интересно, кстати. У нас был очень хороший, интересный коллектив молодой. Мы до сих пор переписываемся с некоторыми из наших приятелей. И у нас был и драм-кружок, и секции всякие, каратэ, баскетбол и все остальное. И у нас дети поступали из этой сельской школы в высшие заведения. Поэтому нормально. Ну, а потом у меня жена родила, и я уехал обратно. И все, и стал работать программистом с тех пор. А жена у вас тоже ведь научно-работник, правильно? Да. Она, по-моему, кандидат биологических наук. Ботаник, да. Она занимается лишайниками, лихинологией. Ух ты, как интересно. Красивая наука. Каким образом вы все-таки решили заниматься своим бизнесом? То есть вы какое-то количество лет занимались программированием очень-очень долго. А потом раз и свой бизнес. Вот это что? Как вас подвигло? У вас бывшего вундеркинда? Нет. Нет, во-первых, я стал заниматься своим бизнесом, занимаясь программированием. Я просто программировал на заказ. И потом я вынужден был стать директором маленькой компании и опять программировать на заказ. А потом наступил 98-й год. И у вас все то же самое? Просто стало ничего? Нет, нет, ни в коем случае. Мы как раз зарабатывали в этот момент, и нормально, наша система работает до сих пор. Нам стало понятно, что сейчас есть такой, опять вот, как всегда, кризис — это возможность, да, вот как и сейчас. И мы вынуждены были что-то искать. И произошел просто совершенно там, ну, обычный случай. Я о нем уже как-то в интервью рассказывал, когда нам заказали на Тебук, дорогой достаточно, с модемом, там по тем временам все очень красиво, и не забрали его, мой приятель. И я просто сидел 4 месяца дома, гулял по американскому интернету и пытался понять, как это можно применить здесь на стыке. Что надо что-то родить, какую-то новую идею. Вот она родилась, мы решили попробовать там продавать электронный софт. Продали официально, через банк, там все купили, провели, и продали за 35 долларов. Вот первый там почтовый сервер, FTGate, как сейчас помню. И дальше стало понятно, что эта идея имеет право на жизнь. Дальше просто надо было делать. Спасибо за исчерпывающий ответ. А что, по вашему мнению, значит человек умный? Вот вы до программы сказали, что, ну, как обычно, есть там только 3% умных людей, остальные все люди не умные. Я бы сказал все-таки, точнее, не умный. Уточните. Я бы сказал, лидер. Вот есть ум и умение его использовать. И, как мне кажется, человек просто умный, который сидит на кухне и обсуждает, что брян это голова, и я бы ему палец в рот не положил, вот это уже не ум. А вот человек, который пытается ум применить в каких-то практических целях, в мирных свою энергию, и пытается что-то создать, пытается повести за собой людей или пойти как ведомый, если он не лидер, пойти как ведомый за каким-то лидером и войти в какую-то команду. Вот это и есть настоящий умный человек. Он пытается что-то создать. Не важно что. Он пытается создать семью, он пытается создать бизнес, он пытается построить дом и посадить дерево. Вот это совершенно не принципиально. Вот это и есть настоящий умный, Настоящая мудрость, которая превращается через много-много лет. Я надеюсь, у меня еще через много. Сколько лет вашей внучке? Семь. Вот у вас есть такая амбиция, как у деда, воспитать из девочки умного человека? Нет, я считаю, что ее воспитание – это дело ее родителей. Хорошо. Когда вы вашу дочь воспитывали, была ли у вас такая цель? Конечно. Каким образом она воплощалась в реальности? Мы просто давали ей много читать книг и передавали свои знания, больше ничего. Спасибо вам большое. Давайте буквально два-три вопроса, которые задают слушатели. И нужно будет уже заканчивать программу. От Магомеда Штанчева такой вопрос. А правда, что вместе с программным продуктом «Русская азбука для обучения детей чтению» «Азбука.pro» часто покупают «Винрар», «Аутпост персонал файрвелпост», «Избат». И расскажите, пожалуйста, о том, откуда интернет-магазины берут сведения о том, что часто покупают с тем или иным товаром. Естественно, мы… Счетчики, статистики, да? Статистика, аналитика и нормальный, правильный интернет-магазин без глубокой внутренней аналитики. Как я всегда говорю, что у нас то, что вы видите, это всего там 2-3%, 5% айсберга. На самом деле за плечами там стоит бэк-офис 200 человек. Это громадная инфраструктура, которая обслуживает эти тысячи заказов в день. И это аналитика, которая непрерывно считается, ведется, и все рейтинги, которые вы видите, они из реальной жизни. Почему так дорого? Еще один вопрос. Это вопрос не к нам, это вопрос уже к вендорам. Мы когда-то уговаривали вендоров, они давали специальные цены. До сих пор, если вы видите, там, многие русские, например, программы от российских разработчиков, они до сих пор датят по адекватной цене, там, по 500 рублей, по 300 рублей, по 150. Поэтому это зависит только от права обладателя. Вообще у вас в последнее время как-то действительно стало с этим не очень хорошо. И последний вопрос, просто мы не успеем уже все. Сколько в среднем нужно вложить в открытие интернет-магазина? Ну, тут смотря какой, видимо. От нуля до бесконечности. Понятно, слишком большая вилка. Хорошо, последний мой вопрос такой. Назовите, пожалуйста, слово, которое, на ваш взгляд, характеризует наилучшим образом последние 10 лет, прожитые в России. Давайте сначала послушаем версию Григория Бальцера, недавнего нашего гостя, замечательного основателя-владельца компании «Содружество мёбель». Ну, а потом будет ваша версия. Наверное, ступень. Это как некая новая ступень. Она и вверх, и вниз, к сожалению. Ну, точнее, это правда жизни. Ваша версия. А я бы, между прочим, согласился, потому что для меня это спираль, которая вот действительно, она там перемежается кризисами. Это всегда возможность, о которой я только что говорил. И это, естественно, возможность его упасть с этой спирали, там промахнуться мимо этих ступенек. То есть это спираль и возможность. Больше ничего, надо просто жить в этом. И двигаться по этой спирали вверх по возможности. Ну, удачного вам движения. Спасибо. Спасибо огромное за то, что к нам сегодня пришли. Бывший вундеркинд, человек, который любит играть в бизнес, потому что остался до сих пор ребёнком. Ну, это так, в кавычках, конечно, это я вас цитирую. А на самом деле, человек, который уже чуть ли не 10 лет занимается электронной коммерцией, в общем, успешно и удачно, используя практически все существующие платформы. И движения, мне кажется, вперёд у вас правильные. Спасибо. Удачи вам всяческой. Феликс Мучник у нас сегодня в программе, основатель и генеральный директор компании Softgame.